Эй, уважаемые друзья, здравствуйте всем, с вами Маклаксон и добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мое новое видео. Мы с вами вновь играем в игрушечку Альтушка для Скуфа, продолжаем проходить DLC, которая называется Ещё-Ещё. В прошлой серии мы с вами поиграли в это DLC, прошли первого персонажа, которого звали... О, я забыл, как её звали, блин, друзья, я забыл, забыл, как звали девочку, чёрт, ладно, думаю, что уже не суть важна. У нас с вами осталось ещё две девочки, друзья, желаю вам всем приятного просмотра, возможно, кому-то приятного аппетита, не забывайте поддержать серийку вашим лайком, обязательно оформите подписочку на канал, если вы ещё не подписаны, и давайте будем начинать. У нас с вами прошлая серия заняла много времени, потому что я проходил всё с самого начала, вплоть до выбора Альтушек, и мы с вами первую прошли, посмотрели. Сегодня мы с вами допройдём это дополнение, посмотрим на Лизу, посмотрим на Киру. Ну что же, если вы не видели прошлую серию, обязательно посмотрите её у меня на канале, вышло, наверное, буквально несколько дней назад. А мы с вами продолжаем, давайте выбирать Лизу. Я предвидела, что ты выберешь меня. Как же так? Как ты могла это предвидеть, дорогуша? Серьёзно? Но как? Об этом мне рассказали карты. Такая интересная озвучка у неё. Ха-ха-ха-ха, да у нас тут не иначе, как сама бабушка Ванга. Угу. Чего? Неужели ты и правда веришь в этот бред? Система карт 2 действительно работает. А кстати, друзья, да, на всякий случай я говорю, что два месяца назад, когда эта игра только вышла, когда ещё было, не было дополнения, были только первые трое там чего, Ксюша, Настя и Алиса. Их я тоже проходил, было это два месяца назад на стриме. Если кому-то интересно, можете на моём канале это прохождение найти. Система карт 2 действительно работает, да ты пиздишь, шарлатанка ты? Сила заключена в каждом из нас и вокруг нас. Колода всего лишь инструмент, а я всего лишь проводник. Угу, проводник-то я чего, электричество, блядь. Кстати, первая альтушечка в прошлой серии нам, она помогла нам, мы помогли ей попасть на какую-то там первую строку, а она взамен удалила нас из базы, соответственно, за нами не пришёл там военкомат, ничего такого вот. Вот, и она, она единственная здесь нормальная оказалась. Хотя, по-моему, Алиса тоже нас как-то предупреждала, что-то пыталась спасти, вот что-то такое. Вот, значит, как. Пусть нагадает тебе 200 тысяч рублей и член 25 сантиметров. Да, столько, блядь, и что, дядя? А, и правда, погадай мне тоже, увидим, работает твоя магия или нет. Хм, обычно я беру за базовый расклад не меньше двух тысяч рублей. Ты чё, охуела, блядь, ты, я тебя выбрал на скуф-услугах, ты чё, в разделе альтушек, ты должна мне быть благодарна за это и должна и так погадать бесплатно. Но нас с тобой, кажется, теперь связывают особые отношения. Конечно. Так что, я могу время от времени просто вытягивать тебе карту и трактовать её, тебя это устроит? Давай, давай. Более чем. А, моя, моя, девушек, что? Дым и зеркала. Нам нужно заполнить ряд документов на получение альтушки. Это довольно скучно, я знаю. Но, чтобы тебе было повеселее, я буду вытягивать по одной карте Таро после завершения каждого раздела. Хорошо. Окей, спасибо. Тогда начнём? Выбирай раздел. Ну чё, по порядку идём, как всегда. Кстати, вот здесь нету раздела, который был в прошлый раз, который нам сказала альтушка, что боятся все заходить. Квадраты называется. Справки и выписки, хорошо. Кто сулит нам этот раздел? Спросим у карт. Нет, глупенький, нельзя каждый раз всё спрашивать у карт. Очень важно разделять работу и личную жизнь. Таро – это моя работа. А на скуфуслугах тогда что? Коммерческая деятельность. Торговля лицом. На скуфуслугах. На скуфуслугах у меня что-то вроде подработки. Нормально устроилось. Пока мой Таро-бизнес не выйдет на плато. И вот тогда так. Так, стоп. Ты меня отврёк. Мы же должны были собрать твои документы на получение альтушек. Какого мы там сейчас раздели? Справки и выписки. Справки и выписки. Давай. Точно. Я готов заполнять все документы. Справки у тебя есть? Выписки мы тебе закажем. Так просто. А ты хочешь, чтобы было сложно? Ну, наверное, нет. Я просто хочу получить альтушку. А кто не хочет? Это очень правильный подход. Наше желание – это направленный поток положительной энергии. Мы должны транслировать его вселенной как можно чаще. То есть, чаще нужно хотеть. Хорошо. Я много чего хочу, на самом деле. И часто об этом говорю. Тогда. И только тогда ты сможешь достичь настоящего успеха. Хорошо. Например, тебе нужно получить справку об отсутствии судимости. Хочу 10 тысяч подписчиков. Подпишитесь. Кстати, друзья, точно. Как я забыл в прошлой серии вам об этом сказать. Должен часто говорить в каждом видео. Ребята, вы, наверное, знаете, что в последнее время ходят новости о возможной блокировке Ютуба. И я очень сильно боюсь потерять с вами связь. Поэтому, чтобы не потерять ее, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там, в случае чего мы с вами решим, как нам быть, где нам видеться, где снимать, стримить или еще что-то такое. Ссылка на мой телеграм-канал находится в описании под видео. Ребятки, пожалуйста, заходите. Если вам интересно будет за мной следить. Если нет, то можете, в принципе, не заходить. Я все сказал. Всем спасибо за внимание. Давайте продолжать. Например, так. Справка об отсутствии судимости. Хорошо. Потому что, кстати говоря, альтушку не получат люди с темным прошлым. Что за расизм? С тобой, красотка, никакого темного прошлого. Одно только светлое будущее. В моем прошлом нет ничего темного. Даже пива. Или хотя бы осужденные по статье за особо тяжкие. Только светлое. Так вот, нужна тебе справка. Что ты сделаешь, чтобы ее получить? Закажу. Зайду в соответствующий раздел скушу слуг и нажму пару кнопок, чтобы заказать нужный документ. Потом буду ждать. В корне неверный подход. А что? Прежде чем начинать процедуру получения справки, ты должен захотеть получить справку. Посмотрите на ее глаза, она меня гипнотизирует. Я бы даже сказала, просто захотеть справку. Убираем лишнее. Концентрируемся на финальном объекте результата, а не на процессе. Если ты сосредоточишься на образе получения, то будешь притягивать энергию получения. Но не обязательно энергию справки. Блин, сложная какая-то система, я не разбираюсь. Энергия справки, топлива формуляра, энтропия формы 9. Ага, ага. В твоем случае скуп услуги это просто инструмент. Ну да. Главное, это сила твоего намерения. Видела бы она твой настоящий инструмент. Твой инструмент-сервис по получению альтушек. Мой инструмент-колода Таро. Когда уже гадать будем, мне интересно. А как это связано с нашим заполнением документов сейчас? Да. Да, ты ц. Ты так ничего и не понял. Ладно, потом поймешь. Хороцок. Может быть. Раздел мы закончили. Хочешь вытянуть карту? Да, да, да. Пожалуйста. Вытянуть. Верховный жрец. Тебе откроются новые знания и мудрость, которые помогут тебе принимать правильные решения. Ага. Они мне уже открылись. И что это должно значить? На прошлой альтушке. Это же ты вытянул карту. Тебе должно быть виднее. Ладно, окей. Так, хорошо, продолжаем. Земля и дом. Земля это основа всего. Основа всего. Это мать. Это природная энергия. Это кадастровые документы и право владения. Пока что их у тебя не вижу. Кажется, ты не владеешь землей. О, жаль. Возможно, если бы у тебя была земля, мы могли бы основать экологическую общину. Что? Разновать солнцестояние и Ивана Купалу. Да ебись. Славить Велеса, Кришну и господина Алистера Кроули. Ну да, тоже двинутое, конечно. Ну и каша у неё в голове. А насчёт дома. Минутку мне нужно проверить. Давай проверяем. Дом. В каком сейчас доме Юпитер? Что? Юпитер? Причём здесь Юпитер. Какой Юпитер, мать твою? Это максимально благоприятная планета. Она хорошо взаимодействует со всеми домами. Где же с районным домом, коли это оре? Сейчас у нас Юпитер. Вдомительца. Угу, понятно. Это очень хорошо. Новые возможности для бизнеса, новые интересные знакомства. Луна в созвездии Козерога, да, там. Ну, будь осторожен. Старайся не ввязываться во всякие причудливые авантюры. Да, блядь, стараюсь. Береги деньги. Ты можешь легко их потерять. А, они у меня есть, чтобы их потерять. Но это Вейбис Короскопа знал. Так, а что там с документами в разделе? А что с ними? Документов у тебя нет. Всё в порядке. Идём дальше. Хорошо. Это можно вытянуть. Будь любезен. Паш Мечей. Будь открыт к новым знаниям и идеям. Они могут изменить твоё видение мира. Хорошо. Муть какая-то. Да, согласен. Вообще ничего не понятно. Не муть. А трансляция боли вселенной. Да-да. Ну, конечно же. Так, штрафы и налоги. Я так понимаю, они имеют в виду карму. Да как ты вообще пришла к таким выводам? Я имею в виду официальную государственную карму. Угу. Регулируемую налоговым кодексом и кодексом об административных правонарушениях. Да, за такую карму можете посадить. К сожалению, вселенная не всегда способна регулировать кармические ответы. Поэтому часть государственного аппарата берёт на себя эти функции. Кто тут ко мне пришёл, маленький котик, а я тут сижу снимаю, давай садитесь. А, подождите, друзья, ко мне пришёл кот и пытается лечь. Давай, ложись. Ложись, Кроха. Во, вы его, вы видите его ушки. Люди не понимают. Продолжаем. Что штрафы и налоги им только во благо. Да ты что, дорогая. Говорит как депутат. Или дочь депутата. Реально. Ведь государственная кармическая регуляция спасает людей от гораздо более серьёзных проблем. Если они не получат по заслугам от государства, то за них возьмётся сама Вселенная. Карма никого не щадит. Поэтому лучше проверить штрафы сейчас. И оплатить, если они есть. Да нет там ничего. Карме виднее. Карлсу Кастанеди виднее. Я всегда вовремя платил налоги и по штрафам вроде бы уведомления не приходили. Да, мы уже разобрались, что штрафов у него нету. Мы это выяснили на прошлой альтушке. Разве это так важно? Да, важно. Это, знаешь, как если на тебе висят штрафы или просроченные кредиты, тебя не выпустят за границу. Здесь похожая ситуация. Если на тебе висят долги, ты не получишь свою альтушку. По крайней мере, пока не расплатишься. Но это дело такое. Лично я не смогу иметь с тобой дел, если у тебя будут кармические долги. Ты позволишь мне проверить свою ауру на предмет кармических долгов? Конечно. Бесправленно. Ты уверена, что технологии и магия сочетаются таким образом? Знаете, вот все альтушки, которые у нас пока что были, они такие, знаете, двуликие, реально. То есть, они сначала, вот ты с ними общаешься, общаешься, они такие, ну, общаются в одном стиле, а потом резко. В один момент, когда ты им отказываешь, 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 они резко такие, чё, блядь, сука, ну ладно, всё, теперь ты меня раскрыл тебе, пизда. А вот тут как-то, знаете, она выглядит естественной. Да, с тараканами, но выглядит естественно и как будто бы тяжело пока представить, как она может поменяться. Но, тебя же не удивляет, что технологии уже прочно укоренились в нашей повседневной жизни. Возможно, я ошибаюсь. Художники рисуют картинки на компьютере, а не на бумаге. Угу, что же, блядь, нейросети рисуют вместо художника. Музыканты собирают шедевры из электронных сэмплов, люди, лишившиеся конечностей, используют бионические протезы. Всё это всего лишь инструменты, как и моя колода Таро. Один, а в один. Ну, вроде звучит здраво. Аналогия ложной друг логики. Если что-то одно работает, это ещё не значит, что и другое будет тоже работать. Ну, факт, факт, как мудро. Ну, что ты решил? Два мудреца собрались. Смотрим карму. Даешь разрешение на доступ, твои интерсоналиида? Да, давай, блядь, смотри уже. Господи, да. Вот это прекрасно. Теперь, пожалуйста, помолчи. Мне нужно сосредоточиться. Чё-то надолго, а? Я же просила помолчать. Это не я, это внутренний голос. Я вроде бы ничего не говорил. Значит, тот, что внутри тебя сидит, свою пасть разинул. Что у тебя там такое? Почему ты не говорил, что одержим? Чё, блядь? Братан, она точно на всю голову двинутая. Давай-ка вырубай компьютер. Не смей его слушать! Смотри на меня! Ты расслабляешься. О, куда, куда? Не надо, не, не, не. Твои веки тяжелеют. Прямо сейчас ты уснёшь. Пожалуйста, нет. Ты чувствуешь приятную истому, обволакивающую всё твоё тело. Ласковое тепло пробегает от кончиков пальцев ног до кончиков. Уже! Ой, кажется, я реально засыпаю. Ты засыпаешь. Не надо. Чилаю добра и зла, света и тьмы, заклинаю тебя сущность. Это она, мой внутренний голос может убить хочет. Говори со мной, повинуйся. Я, 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 нет твоей власти надо мной. Ведьма! Зачем ты мучаешь этот измождённый сосуд? Это не твоё дело. Уверен ты здесь тоже неблаготворительностью занимаешься. Языги, отродье. Нет! Смотри, изгоняют демона. Прямо! Нормально, да. Это, зашёл на госуслуги, чтобы, ну, это, услуга, изгнать демона. Изгонять меня. Но ведь я... А я не расскажу носителю о твоих настоящих планах на него. Потому что я-то уже вижу твою истинную цель. Понятно. Ты... Ну, как ты смеешь? Ты... Отродье! Это вообще... Близок лак, ты не укусишь. Соглашайся на компромисс. Я? И они... Ладно. Договорились. А теперь верни его! Раскнись! А! Что? Что? Я? Я что-то пропустил? Ну, ничего особенного, дружище. Мы уже закончили заполнять документы в этом разделе? Это реально... Это новая тройка, это... Хочу вытянуть карту, пиздец. Да, пожалуйста. Вытянуть карту. Семерка жезлов. Твой труд и настойчивость принесут плоды. Будь готов к похвале и признанию. Ага. Золотые слова! Регистрация и паспорт. Если бы я была президентом, то вместо паспорта человеку бы просто давали натальную карту. Слушай, а ты уверена, что все это правда работает? Ну, для меня это выглядит просто как еще одна коллекционная карточная игра. Или даже ролевая настольная игра. Что ты имеешь в виду? Ну, посуди сама. У вас же нет никакого, по сути, канала со вселенной. Есть просто набор правил, которые придумали какие-то другие люди. В вашем конкретном случае какой-то старинный британский мужик. И вы ничего своего даже не придумываете. Вы просто трактуете. А что это значит? Это значит, что вы просто запоминаете набор правил и потом им оперируете. Как в подземельях и драконах. Разве что кубики на проверку навыка не кидаете. И в вашей касте те, кто эти правила выучили, имеют полное моральное право брать деньги у тех, кто эти правила не знает. Или знает, ну, очень поверхностно. Ты вообще ничего не понимаешь. Да куда уж нет. Моценицу, по фактам. Вы все меня ни во что не ставите. Но только знаешь, что, милочка, я свои права знаю. Есть государственная программа. Под ее критерии я подхожу. А ваша шайка мне мозги полощат. Тут уже битый час заставляет заполнять одни и те же бумажки по пять раз. Хватит. Надоело мне это. Тише, тише, ласпакуйся. Разгорячился. Не надо меня тут успокаивать. Как тебя там, Лина? Че? Лиза, по-моему, а не Лина. Тебя льтушку надо? Лиза. Лиза, неважно. Давай, подгружай уже все документы, которые там нужны. Приезжай ко мне и займемся бесплатным государственным сексом. Ха-ха-ха. Все поняла? Так точно. Карту вытянуть хотите? В жопу свою карту себе засуй. Ладно, давай. Разошелся реально. Паш Кубков, откройся новым чувствам и опыту, будь готов к эмоциональным приключениям. Какой же бред. Окей. Вроде бы нам нужно заполнить минимум пять разделов, чтобы подать заявку на льтушку. Какие странные правила. Да. Но не я их придумала. У тебя будет возможность выбрать только одну из категорий. Другая нам после этого уже будет просто не нужна. И мы к ней не вернемся. Выбирай с умом. Чё, блядь, пенсии, пособия, изгнание лярвы? Слушайте, пенсии, пособия выглядят, ну, по-обычному слишком. Были мы там уже. А вот это что? Что такое вообще изгнание лярвы? А что такое тут лярва? Не такой, а такая. Лярва это паразитическая паранормальная сущность. Пиздец. Понятие пошло из древнеримской мифологии. И означало неупокоенную душу умершего человека. Нифига себе. Не знал. Каким-то образом навредить живым. Лярва. Ну, потому что это была изначально душа злого человека, наверное. Многие злые люди и при жизни вредят, и когда умрут, всё никак не успокоится. После каким-то образом идентичное понятие укоренилось в Древней Руси. Думаю, это лишний раз доказывает, что лярвы были распространены по всей планете. Как динозавры. Ну, чуть раньше, да, лярв. Что-то не видели мы скелетов лярв в музеях. Не видели. А при чём здесь государственный сервис? Что изгнание лярвы делает носку в услугах? Тут я вижу три варианта. Вариант первый. Или разработчик сервиса увидел иконку с книжкой и подумал. Ого, книга. Книга это библия. Библия это экзорцизм. А изгоняют кого? Правильно, лярву. Вариант второй. Первый вариант я не понял. Тоже про разработчиков. В момент работы над сайтом он очень много смотрел битву экстрасенсов. И поэтому чисто на автомате вписал туда эту дичь. Похоже на правду. И третий вариант. Власти что-то знают. И скрывают от нас. Но при этом заботятся. Помощь населению. Ключи от всех дверей. Купить амулет. Снять родовое проклятие. Сделать подклад. Изгнать сущность. Купить еще один амулет. Купить книгу. Купить амулет. Купить амулет. Купить амулет. Купить амулет. Заботятся о том, чтобы лярвы были изгнаны. Хорошо. Возможно в наш цифровой век расплодились электронные лярвы. Погоди-ка. Что? Что? Эта версия уже не кажется мне такой уж и безумной. То есть ли... Если цифровые лярвы селятся теперь в аккаунтах пользователей сервиса. Ну охуеть. Не встать. Спасибо. И подпитываются их энергией. Электроэнергией. Да, электроэнергией. Ну тогда получается... Выходит, что одна из альтушек... Одна из альтушек это лярва? Я должна срочно отправить отчеты в техническую поддержку. Пока не поздно. Что это? Нихуя себе хоррор. А, что? Что, блядь? Что это? Это Лиза? Подожди. Это она же, да? Ничего такого. Все в порядке. Привет. Привет. Ой, чего это я? Мы же уже здоровались. Что там у нас? Карты? Предсказания? Это не она. Это кто-то другой скрывается. Вижу. Вижу. Будешь ты богатый. Счастливый. Счастливый. И совсем не мертвый. Мне это все очень сильно не нравится. Мне тоже. Ой, да не бойся ты меня. Это же я. Твоя любимая альтушка Лина. Лиза. Какая Лина, дура? Лиза. Ну да, я так и сказала. Ты испалился. Не уверен. Совершенно точно. Рыка на юное отсечение. Ха-ха-ха. Так, на чем мы остановились? На изгнании лярвы. И если в прошлой... Не в прошлой серии, а в прошлой части альтушек, когда мы играли с первой тройкой девочек, там все было просто. Там они, там были либо мошенники, либо просто меня по факту сливали, либо что там одна пыталась быть хорошей. Здесь же полностью происходит какой-то лютый пиздец. А зачем ее изгонять? Мы бы хоть раз попытались договориться с ней. Я так и знал, это лярва, бля. Да и вообще. В нее вселился. Как-то это оскорбительно звучит. Лярва. Лярва. Я так думаю, настоящие лярвы те, кто других называет лярвами. Ничего, стрелки закидала, как маленькая. Не, если ты хочешь, то, конечно, можно изгнать. Но не лучше ли тебе получить свою альтушку? Ты же за этим на этот сайт ходишь. Ну да. Ну, тогда нам с тобой надо поиграть в одну маленькую игру. Ну, что значит игру? Работу. Собери вот эту капчу, и после этого заявка на альтушку будет отправлена. Честное слово, обещаю тебе. Это точно какая-то дичь. Да. Да у нас нет кнопки выхода, ты же знаешь. Нормально, они сюда интерактивчика добавили. Я ее за отдельные деньги даже купил, если честно. И, например, за 29 рублей или даже за 49 рублей. Остальные за 40 гривен. Альтушка за 49 гривен. Мне тоже. Готов играть? Выбора у меня, кажется, нет. Нету, да, выбора? Ну да, нету выбора. Ой, ребятки, реально, смотрите-ка, добавили нам интерактивчика. Охренеть. О, ребят, здесь будет попроще. Здесь мы видим хотя бы право-лево, где угол, где не угол. Так. Верхний угол. Давайте смотреть. Что, куда нам вставлять здесь? Ой, ребятки, ребятки, ребятки. Давайте пока уберем лишнее. Так. Вот это сюда. Вот это сюда. Вот это сюда. Так, отлично. Так, вот это пока не понимаю. Ладно, пока убираем. Вот это сюда. Это сюда. Это сюда. И вот это сюда. Нихуй. Вы что, вообще, нагреливали? Скриджеров добавили. Скуф умер от инфаркции. Реально? Инфаркт произошел от страха. Страх произошел от скримера. Скример произошел. Надеюсь, больше никто не умер. Что такое? Что за пиздец? Что такое визуальное? Что просто это было, друзья? А, вот. Первую звали Нюша. Вот. Нюша. И мы с вами прошли сейчас Лизу. И, друзья, я почему-то думал, что они все короткие. Но они реально, то есть, прям по полноценной серии занимают. Поэтому, я, к сожалению, вынужден последнюю альтушечку от... Так, начать со скуф услуг. Сейчас, мы тут это... Я проскипаю, ребята. Смотрите, заходим в здоровье. Сейчас, сейчас. Здоровье, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Тихо-тихо-тихо-тихо. Стоп-стоп-стоп. Мы никого не смотрим. Всех скипаем. 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 Так, перелистнуть дальше. Вот. А, первая Стоп Она Мы поставили Эту вместо Насти Ее теперь Настя зовут Охренеть Че она делал? Она теперь отсюда пропала Короче, ребята, у нас с вами остается Кира Ее мы оставляем на последнюю, на третью серийку По этой игре, друзья Надеюсь, что вам понравилось Если ждете серийку, обязательно поддержите Лайком, уже очень скоро я ее выпущу Ребята, с вас лайк Обязательно подписочка на канал, возможно комментарий На этом все, всем огромное, друзья Спасибо за просмотр Альтушечек и меня, с вами был я, МакЛаксон Всем большой удачи, хорошее настроение И увидимся с вами в новых видео Всем пока